Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить про такие диагнозы, как ЗПРР и РАС, и также про то, что происходит с детьми с этими диагнозами после курса лечения в центре БРДАВИД. Во-первых, нужно снова подчеркнуть, что диагноз ЗПРР и РАС – это очень общий диагноз. То есть он описывает некоторые внешние симптомы и совершенно не говорит ничего о том, что же в действительности случилось с ребенком. Люди, приезжающие из разных стран, привозят разные анализы. И, например, есть анализы более подробные. Например, из стран бывшего Советского Союза привозят очень подробные анализы, в которых очень неплохо диагностируют, например, что у ребенка недозрели какие-то области нервной системы, какие-то другие органы, другие анализы. Например, в Европе, в Израиле или в Америке таких анализов не делают. И вместо более подробных объяснений просто говорят аутизм, тяжелый аутизм, легкий аутизм. И, собственно, этим ограничиваются. Для того, чтобы устранить симптомы заболеваний, необходимо устранить их причину. И это то, чем мы занимаемся. За годы нашей практики мы уже давно поняли, что причины всех ЗПРР и РАС это органические повреждения некоторых областей головного и спинного мозга, часто комбинированных. Часто эти повреждения соединяются с родовой травмой в случаях, когда были тяжелые роды. И очень часто бывают также последствия гипоксии. ЗПРР и РАС, особенно тяжелого вида, как правило, вызываются... Их причина это внутриутробное вирусное поражение плода. Или есть другой вариант. Это гормональные нарушения у матери во время беременности. Я приведу примеры. Например, если мать впервые заразилась вирусом, скажем, цитомигаловирус, во время беременности, скажем, где-нибудь во втором семестре, то при заражении плода у ребенка будут сильные повреждения лобных долей головного мозга. Обязательно будет воспаление в затылочных долях и будет воспаление в этой части спинного мозга. Такие дети могут иметь очень сильные задержки в развитии. Кроме этого, они могут иметь такие тяжелые симптомы, которые напоминают, например, повышенное внутричерепное давление. Это легко объясняется, потому что у ребенка продолжается вирусное воспаление, и мозг имеет признаки отечности. Иногда это видно на МРТ, иногда это не видно на МРТ. Есть внешние признаки, по которым, опять же, на том же МРТ, по которым можно угадать, поврежден ли у ребенка мозг и каким образом. То есть, например, если у ребенка видят кисту даже с одной стороны, скажем, в одной из лобных или височных долей головного мозга, то можно предполагать, что у него было заражение и вопрос, что с ним стало с этим заражением. Если оно зажило само, то ребенок выходит в полную норму. Если оно не зажило и продолжается воспаление и развитие вируса, то ребенок очень страдает. И разные симптомы могут быть. Во-первых, он не развивается или развивается очень плохо. Во-вторых, он, как правило, страдает головными болями. Он может иметь признаки самоагрессии, может быть истеричным. Короче, есть очень много неприятностей, которые эта вещь может придавать. Если во время беременности у матери было гормональное нарушение, например, при работе почек или, например, в работе щитовидной железы или какие-то другие варианты, то у ребенка часто недоразвиваются какие-то части нервной системы. И это дает другие симптомы. То есть ребенок заторможенный, ребенок просто пассивный. В Советском Союзе таким детям ставили диагноз типа олигофрения и так далее. Сегодня пишут политкорректный диагноз за ПРР. Но в сути это не меняется, потому что ребенок не может развиваться. И чем старше он становится, тем более ярко выраженно становится вот это вот отставание. Если к вот этому повреждению внутриутробному добавляется еще родовая травма и гипоксия, то могут добавляться элементы ДЦП. Например, при сдвиге первого-второго позвонков может даже возникать эпилепсия. Гипоксия может давать повреждения нервов, мышц, сухожилий практически во всем теле. То есть практически любой орган может страдать, включая, в первую очередь, включая ЖКТ. Но именно отсюда возникают такие симптомы, как ребенок ходит на цыпочках, ребенок машет крылышками и прочее такое. Я не буду останавливаться на тех методах, которые мы употребляем. Они довольно подробно описаны на нашем сайте brdavid.com. Поэтому, кому интересно, может пойти туда и в разделе статьи, почитать все материалы, которые там есть. Я хочу немножко остановиться на том, что происходит с ребенком после этого лечения. После этого лечения у детей, у которых было вирусное повреждение мозга и нервной системы во время беременности, у них, во-первых, пропадает воспаление. Дети становятся гораздо более спокойными, более адекватными. У них проходят головные боли. И как естественный результат вот этого вот, то есть ребенок начинает себя хорошо чувствовать, он начинает себя совершенно по-другому вести. Он начинает интересоваться окружающим миром, он начинает быть более адекватным в коммуникации с другими. И, наконец, он становится обучаемым. Что происходит дальше с таким ребенком, это во многом зависит от родителей. И еще зависит от того, удалось ли полностью подавить это воспаление. Если это удается, то ребенок просто начинает развиваться. И в течение какого-то времени, там от нескольких месяцев до года примерно, в общем, ткани нервной системы восстанавливаются, и ребенок уже дальше развивается как обычный. Такие дети гораздо быстрее схватывают материал, потому что им нужно очень много дополнить. И, в общем-то, их нервная система готова уже к этому. И поэтому таким детям требуется много внимания со стороны родителей, специальные занятия с логопедом для развития речи и многие другие занятия. Бывает такая ситуация, что, скажем, вирусное повреждение мозга было настолько сильным, что, когда заживает, то некоторые участки мозга, которые не смогли развиться, они заживают как бы рубцами. То есть там образуется рубцовая ткань, и тогда некоторые способности ребенка, они развиваются позднее. Или даже требуется повторный визит для того, чтобы помочь этому рубцу рассосаться. При гормональных нарушениях, когда у ребенка изначально ставят в диагноз недоразвитие каких-то частей нервной системы, происходит, собственно, начало восстановления вот этих вот неразвившихся тканей. Это более долгий процесс, чем при вирусном повреждении, но он тоже начинается и он происходит. Дети становятся менее пассивными. Они начинают меньше делать всяких странных движений. Они начинают интересоваться окружающим миром. Вдруг оказывается, что у них есть свой характер. Вдруг оказывается, что они умеют что-то. И таким детям тоже требуется в процессе их развития и восстановления много внимания со стороны родителей. Требуется все тот же логопед, требуется занятие с дефектологом. В общем, скорость выхода зависит от изначального состояния ребенка. То есть, если ребенок по приезде в центр БРДАВИД находится, скажем, в относительно неплохом состоянии, то есть у него есть определенные задержки в каких-то областях, но в общем и целом ребенок выглядит адекватно, то процесс восстановления проходит очень быстро. Если ребенок по приезде является, скажем так, стоит на очень низкой ступени развития, то есть на уровне олигофрена, то все это, конечно, дольше. И чем старше ребенок, тем больше ему нужно будет догонять материалы, и тем больше с ним нужно будет заниматься. То есть, скажем, если приезжает ребенок, которому уже лет 8, и который имеет отставание года в 4, то есть, например, по выходе видно, что его развитие соответствует где-то 4 годам, а не 8, то его, то время, которое займет его выход полный, так сказать, до нормы, при условии, что удалось залечить все его повреждения, и что организм смог с этим справиться, то, в общем, время, которое займет у него догнать своих сверстников, будет примерно от года до 3, в зависимости от разных еще факторов. И, естественно, роль родителей здесь неоценима, и необходимо понимать, что ребенок, который своим родителям не нужен, он, в общем-то, будет страдать и не будет развиваться как должно. Следует еще сказать, что, естественно, во время лечения в центре БРДАВИД, мы также работаем с родовыми травмами, если они есть. С нами работают остеопаты и хиропракторы. И если были какие-то сдвиги позвонков, то мы все это ставим на место. Собственно, на эту тему можно рассказывать много и долго, и даже с конкретными примерами. Поэтому на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо и до свидания.